Приветствую вас. А как вы хотите, чтобы мы определили, кто из них прав? Вообще, мне кажется, что истина никогда не бывает на одной стороне, а истина где-то посередине. Вот. И, на мой взгляд, как бы рубить все с плеча и говорить, что кто-то прав, а кто-то нет. Ну, на мой взгляд, это, я как говорила, не самый лучший способ решать проблемы вообще. Например, я со своей стороны, да, считаю неэтичным, например, обсуждать какой-то вот элемент вашего диагноза, да, элементы или элементы вашего диагноза, потому что мне кажется, что это абсолютно не в моей компетенции находится. То есть, у меня, как бы, например, нет нежелания, у меня нет невозможности, условно говоря, говорить, если у вас на самом деле диагноз или нет, потому что, ну, у меня специализаторы, интересы вообще немножко другие. Ну вот, поэтому, честно говоря, вот как вы предполагаете, как вы предлагаете определить, кто из них прав, я не очень понимаю. Я бы пригласил вам пригласить третью сторону, то есть, не заинтересованного эксперта, который бы сказал вам, который бы, вот, ответил вам на подобные вопросы, вот. Мне кажется, это то, что вот могло бы, ну, реально как-то вам помочь, вот. В остальном, ну, это, мне кажется, абсолютно бесперспективное занятие. Вот. Дальше. Значит, недавно начала посещать психиатра. После первого приема отправила к клиническому психологу. Проблемы у меня давно, 9 лет, а именно галлюцинации, бредовые мысли, дереализация, департинализация, препаратное настроение, суицидальные мысли, самопроизведение и РПП. Ну, я полагаю, что, вот, то, что вы описываете, по крайней мере, то, что вы описываете, выглядит так, выглядит, таким образом. Как будто вы находитесь в очень сильных противоречиях с собой. Вот. И, соответственно, все, что вы перечислили, является следствием, но не причиной, на мой взгляд. То есть, причина находится, ну, как правило, как правило, причина находится в, ну, в противоречиях, ну, вот, внутренних, внутренних, внутренних конфликтах, да, и противоречиях, как правило, находится в первой причине. Поэтому я, по крайней мере, думаю, что ситуация такая. То есть, как бы, на мой взгляд, вот, то, что, ну, то, что вы описываете, да, это не является первой причиной, да, это следствие. Да, это следствие может быть довольно-таки серьезное для вас, в том смысле, что, ну, как бы, это может очень сильно мешать вам жить, это очень сильно может напрягать вас, это правда, но это больше похоже вот именно на следствие, но не на первопричину, потому что просто так из ничего такие вещи не возникают. Если только это, у вас не было каких-то физиологических повреждений, вот, достаточно серьезных воздействий на, там, грубо говоря, на вашу, на ваш мозг, на вашу нервную систему и так далее, вот. Дальше. Так, психологу я описывал галлюцинации. Ну, а, знаете, какая штука, это вот то, что вы, ну, вот, именно психологу описывали галлюцинации. Я бы сказал, что эффект от этого поступок поскольку, то есть, да, есть, конечно, те вот, ну, те специалисты, которые могут интерпретировать эти галлюцинации и видеть в них некоторую проблематику, вот. Но, как правило, психологи, именно, если мы говорим про психологов, то психологи галлюцинациями не занимаются, потому что это все-таки область больше. Медицинская и, соответственно, компетенции у психологов нет. Заниматься подобными моментами. Вот. Я считаю, что, вот, в какой-то степени, если, ну, вот, у человека, вот, например, у вас есть, ну, откровенную, допустим, галлюцинации, да, я считаю, что психолог не имеет права, как бы, ну, работать, вот, потому что психолог работает с теми людьми, у которых нет ярко выраженных психических патологий. Вот. Извините, если это кто-то обидно подключало, но мне кажется, важно называть вещи своими именами. Вот. Я понимаю, что это может быть неприятно, да, но, как бы, простите. Вот. Вот. Поэтому тут вот такой момент. Другое дело, что клинический психолог есть. И клинический психолог это действительно вот как раз тот, кто этими вещами занимается. Вот. Дальше. В последний раз я была убеждена в том, что люди наблюдают за мной с бинокрами, слышала глаз сукла, видела, чего нет, геометрические фигуры, яркие белые вспышки людей. Но я бы сказал, что здесь вот вы фиксируетесь больше на, собственно, на внешних проявлениях своих симптомов, да, ниже, чем на то, например, что по факту происходит. То есть какая по факту атмосфера в вашей жизни, какой по факту у вас климат в вашей жизни, чем по факту, например, вы живете сейчас. Вот. Ага. То есть я бы больше хотел обратить ваше внимание на это. Да? На мой взгляд это важно. Дальше. Так. После этого эпизода начала испытываться на пати каждый день думала о смерти. Я бы сказал, что здесь вам, наверное, все-таки нужны консультации психиатром. Вот. Потому что так можно и навредить вам. Психолог сказал, что дезиндоген, но очень хорошо, что наконец пошла к влачу, потому что без влечения железа может стать расщеплением действительных процессов. Что на сайте вот на госпитализации? Вот. Потому что проблем много и они серьезные. Психиатр не говорит. Психиатр же говорит, что мы более-менее нормальные. Сайте в тревожный депрессивный расстройство. Вот, пожалуйста, кто не сутки права, что мне делать? Я бы не искал правых, если вы чувствуете, например, что специалисты вам не подходят, да, или психолог вам, например, не подходит. Я бы больше, наверное, все-таки, ну, как-то вот предложил бы заняться вам непосредственно своей жизнью. То есть, непосредственно, вот, ну, работать со своей жизнью. То есть, ну, просто начать ей, может быть, интересоваться, да, начать, может быть, как-то ее изучать, исследовать. Вот. Я бы больше, наверное, все-таки на это бы ваше внимание бы заострил. Мне кажется, это важно. Вот. Естественно, если вы сами как-то вот хотите этим заниматься. естественно, если вы сами хотите, ну, как бы, это сейчас и следует. Потому что правых вы не найдете, в какой-то степени, в какой-то степени, вы пытаетесь, на мой взгляд, опереться сейчас на нас, в какой-то степени вы пытаетесь это сделать. Но практика показывает, что вам нужно научиться опираться на себя. Вот. Это не всегда легко, это не всегда, как бы, лежит на поверхности, но это тот путь, который приведет вас к решению многих проблем. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Поэтому, соответственно, я бы обратил бы ваше внимание на это в первую очередь. А дальше уже смотреть по ситуации. Вот. А дальше уже смотреть по, так сказать, ну, по мере, по мере того, как вот вы сами будете раскрываться. Вот. Вот. А не менее важно, на мой взгляд, не менее важно является то, чтобы вы прислушивались к себе. Как вам, вот, с специалистом, как вам, ну, ваше ощущение, например, с ним, то есть, хорошо ли вам, комфортно ли вам или нет, возникает ощущение, там, дискомфорта какого-то. Как вам, со специалистом, это важно. И если вы на это будете обращать, собственно говоря, свое внимание, то ситуация может улучшиться. Ситуация может стать гораздо лучше. Вот. Такая вот история. В целом, очень жаль, конечно, что вам приходится вот в таких ситуациях оказываться. Очень жаль, что вам приходится с этим сталкиваться вообще. Вот. Очень жаль. Я надеюсь, что все-таки именно, ну, хорошего специалиста вы себе выберете и сможете ему, там, образно говоря, довериться. Вот. Кроме что, ну, сейчас вам совершенно очевидно, что это сделать очень, как бы, тяжело и трудно, мне кажется. Вот. Учиться доверяться, то есть, в первую очередь, работать с доверием между вами и психологом, это то, что вам, наверное, необходимо. Вот. Потому что, потому что, без доверия, ну, как бы, ситуация на улучшение идти не будет. Вот. К сожалению, моему большому. Вот. А вот научиться доверять, научить доверие, как раз мог бы, вот. Мог бы вам, мог бы помочь вам, специалист, мог бы помочь вам, как раз, психолог. Вот. Но это не касается, вот, как бы, элемента заболевания. Вот. То есть, тут надо вот, ну, понятно, что это не всегда легко, но тут нужно, по возможности, разграничивать, разграничивать эти аспекты, потому что, навредить, навредить очень легко. Еще больше. Ну, вам, например, навредить очень легко, еще больше. Вот. Надеюсь, что, как-то, вот, вы, мою идею поняли, надеюсь, что вы какой-то вывод для себя все-таки сделаете. Вот. И, надеюсь, на вашу обратную связь, вот. По моему ответу, это будет хорошим, ну, могло бы стать хорошим стартом для работы над собой вашей. Вот. Если вы, если хотите, если хотите, конечно. Вот. Я вам желаю побыстрее найти своего специалиста и начать, собственно, психотерапию, да, начать, вот, начать психотерапевтический процесс, вот, как можно быстрее. Вот. Удачи вам. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью, вот. Следите за своими ощущениями, ощущениями, за своими чувствами, за своими эмоциями. Это очень важно. Вот. Всего вам самого доброго. Доброго.